МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Евнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Ширая размова. Старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей сустрелся с батьками пациенту Мазырского реабилитационного центра «Вяселка». Экологична чистая палева. Завод по вытворчасти драунянных пелет у худким часе почне працевать у житковичах. Надейная рука да помоги. Амаль 19 тысяч пожилых грамадян отрымливают продукты харчаванне и леки доставкой на дом. Редкая гостя. Новый для краины від птушек сибирский черноголовый чакан зауважены у Днепросожским заказнику. А зараза б гэтым іншым больш подрабязна. У Беларуси обновился урат. Такое рашэння нельга назвать спонтанным. Керауник державы уже анансавау ротацию кадров, ды и у целым гэтый процесс у краини не спыняется. Ніяких сурьозных претензий до ранейшого урадового пола у президента нема. Просто час и экономичные выклики потребуют свойчасовых змен. Узначались беларуский урат Роман Галовченко, экс-керауник Дзяршкам ВНПРАМА. Яхо першы намеснік з гэтага часу Миколай Снапков, а вице-премьер Александр Суботин. Дзмитрий Крутой будзе працаваць на позиции намесніка керауника адміністрации президента. Новый керауник ё у комітэці Дзяршконтролю. Йось змены і у Міністэрским корпусе. Так змінилася керауніцтва ў Мінбуд архітектуры, Міністэрствах прамысловості, фінансаў ЖКГ і інформаціі. Старшыня Абловы Канкама Гінаць Соловей сёня сустрэўся з батьками пацієнтаў Мазырська га центра реабілітаціі інвалідаў Вясёлка. Сёлята Райвы Канкам прыняў рашэння піравісті пацієнтаў ў інші установы, а ў будынку адкрыць дзіцяцшы сад, што выклікала неадназначную реакцію ў батьків. Галуная мета прыезду старшыні Абловы Канкама вырашыць праблэму і прыняць ўзаємапрымальнае рашэння. Нашы корэспандэнты наведалі Мазыр. Паўная назва установы – центра медыцинской реабілітаціі для дзяцей інвалідаў і молодых інвалідаў с психанюрологічными захворуваннямі. Яго адкрылі Амальчверцтагодзе таму, ў вересні 1995 года. Сёня ўн працюе па прынцыпе дзённага стаціонара. Звычайно, молодые людзі з аммежаванными фізічными махчымастями трапляюць ў центр панакіраванні тратарияльных поліклинік. Кожны пацієнт праходзіць дэталёвае абследування спеціальній комісій, ў состав якой ўваходзіць ўрачы, психологі і наставнікі лагапеды. Зараз ў реабілітаційным центры 51 чалавек. Правду, паў час эпідемічной сітуацы яго набедываюць толькі каля 70% зіх. У гэтам годзе Мазырскі райвы канкам прыняў рашэнне піравісті пацієнтам ў інші ўстановы, а ў будынку адкрыць дзіцяршы сад, шту выклікала неадназначну реакцію ў батьков. Галуна мета сустрэшы з імі старшыній аблвы канкама вырышыць праблэму і вызнашыць ўзаємопрымальнае рашэння. Канца года она не будзе закрыта. Абісняю, пачому? Потому, что мы рассматриваем вопрос перевода его потом к Радуги в центр лебітація. Он будзе називатися центр лебітація. В том же зданні. Ну, этот будзе центр лебітація. Он перейдет с системы здравоохранення. Он будзе подчиняться нашому управлению по соціальній захчите. Мы ўе сасіду шоў годы будем. В текущем году мы будем разработки документів, и это будет центр лебітація. Есть, готовятся документы. Мы это детально изучаем, покуда что-то в проекции. Но я думаю, к концу года уже все-то будет. Таким чином, рашэння Мазырскага Райвы-Канкама об закрытці с 1 ліпеня реабілітаційного центра «Вясёлка» адменіна. Проект створення нового центра уже обласного подпраткавання практично створеный. Необходно удокладніть некоторые правовые аспекты. У приватности размова и дзе об работе з інвалідами, які маюць особливо тяжкі захворванні. Однажасова старшэня Абалвы-Канкама пабяцав аказаць финансовую патрымку новой установе. Яна будзе займацца не толькі звычайным утрыманням молодых людей, але й развіцем іх з дольнастю. Батькі дзяті інвалідаў звертаюць на гэта асаблівую увагу. Яшы некалькі гадоў таму выхаванцы Мазырскай Вясёлкі прымалі у дзел і часты пермагалі ў розных творшых конкурсах. Але зараз адпаведная работа практышна не праводзіцца. Мы займаецца адной справай, а таму павінны допамагаць адзін аднаму на карыць наших дзятей. З гэтымі словамі старшэні Абалвы-Канкама пагадзілеся здаецца ўсе удзельнікі сустрэчы. Хочу выразить большу признательність за то, що Геннадий Михайлович всё-таки посетил Мазырь. Це действительно для нас очень важна встреча, що сам губернатор понимає сложившуюся в Мазыре проблему і откликнулся і помогає найти пути її рішення. Це в первую очередь. Губернатор озвучив, що центру в Мазыре быть – це для нас дуже важна. Центр буде реорганізован. Ми просто поддерживаємо на ура це предложення губернатора. Со своєї сторони, як родителям, готові оказывати какую-то посильну помощь, вносить какие-то конструктивні предложения. Все-таки ми, як ніхто, понимаємо, какой уход нашим детям нужен, що для них лучше, що для них хуже. Возможно, к нам прислушаються при вынесенні каких-то изменений в роботу центра. Ми тож будемо дуже благодарні за це Геннадію Михайловичу. І вообще я считаю, що по прошествії 2,5 місяців, с момента того, як в Мазыре впервые узнали о ліквидації центра, то, що все-таки на нас обратили внимание, то, що на государственному уровні понимають, що такі центри в республіці должны быть, що все-таки в нашому государстві уделяється внимание людям з ограниченими возможностями. Це для нас дуже важливо, і ми це дуже ценимо. Олексій Цюров, Ольга Коновалова, Ёген Макінка, телерадиокампанія Гомель з Мазыра. Унікальнае витворчаці на Палесі. У Житковичах завершається будовництво пелетного завода, одинага на території Гомельській в області. Будовники вышли на фінішную промую. До завершення роботи застається нікалькі тыдняв. Здача завода у експлуатацию запланована на приконці червеня. Що дасть новая витворчацість регіону, доведався Дмитрий Котау. Рашення будовництві пелетного завода у Житковичах принята у минулым годі. Гэта було обумовлено некалькими факторами. Перш за все, у мясовому лязгаті віалікі абйом древа працовкі. І як вийник ствараються адыходы. Менавіта яны і необхідні для витворчаці пелет. А дреманная продукцію далейшим може використовувацца як на промыслових предприємствах, так і для обагребу жилых домов. Чем еще это вызвано? У нас уже 13-й год работает одно пелетное производство, которое перерабатывает опілку, а это производство, как видно у нас за спиной у меня, это теплогенератор, который работает на сырой щепе. І ісходне сырье для производства пелет тоже щепа. На старым заводі што місяць виробляється 550 тонн палюних гранул. На новым гэтая ліжба буде вишей у 4 рази. Для полной загрузки могутності буде використовувацца кожный год каля 60 тисяч кубічних метров дравніны. Новый завод почали будаваць сьоліта, і роботи провели у доволі стіплые терміны. На будовніство і монтаж обсталявання спотребілося нікалькі місяців. Зараз будовніки знаходяться на фінальній стаді, і запуск витворчаці запланованы на приконці гэтага місяцца. Дараз і завод експортоорієнтований. По попередніх розликах «Лязгаз» може розлишвати што місяць на 200 тисяч євро додаткової вирішки. Білліты зараз особливо популярні в Українах Європи. Житковецкий «Лязгаз» у приватності поставляє свою продукцію у Літву. Але с з'явленням нового завода тут розлишвати на поширене споживецкого ринку. А крім'я гэтага частку продукції планують реалізовувати і на території Беларусі. Последні три года в Беларусі тоже, так як нам обращаються, развивається ринок использовання пилет. І житковецкий коммунальник, например, тоже у нас є пастоянним покупателем, так як імеються котлы на пилетах. Тому я думаю, що в основна ориентация буде – це експорт. Але ввісні з тим ринок біллорусський к цій продукції оживає і спроць возрастає. Новая витворчість – гэта завсёды – нові працівні місці. На пилетнім заводі у житковічах буде працівоткавано 12 чоловік. Дмитрий Котов, Ігор Марышченко, телерадиокампанія «Гоміль» з житковічов. Продукты харчування і леки з доставкай на дом. А мать 19 тисяч пожилых громадян отримлюють соціальну допомогу у Гомільській в області. У центру уваги – одинокі пенсіонеры, а так само те, хто має потребу у пастоянным доглядзі. Регіон розбіты на зоны. Працують по заявках. Паслуха особлива запотрабованае у Гомілі, Мазирі і Рогачові. Соціальні работнікі прайшлі інструктаж і тепер яны не просто кур'єры. Пенсіонерам у обов'язковым парадку вымирають температуру і кривяний тиск. При необходності викликають урача. Каждый день звонять, спрашивають, як здоров'я, що пойти купити, що принести, тому що я одинока. Даю список, що мені потрібно, і все, мені все приносять. Все, що треба, все приносить. Якщо багато, якщо картошка треба, значить колясочку свою. Говорю, візьміть вон моя колясочка. Ктось просить, ну, то, що дістовіна перша необхідність – молоко, хліб, водичка, які-то фрукты, лімон, хто імбір просить для підтримки імунітету. Тобто абсолютно разные заявки, ну і, конечно, лікарственні препараты. У регіоні што дня з 9 до 18, уключаючі выходні і святочні дні, працюють телефоны гарячай ліній соціяльних службів. Нумори, куди можна звернуця па допомогу, размішані на сайтах виконкамів, сільсоветів, а так само у обласних і районних сімі. Завтра – сусветний день обороны новокольного асяродзя. У Беларусі гэтае питання узведзіна у ранг державной палітики. Подтверджання чому – створення заповеднікаў і заказнікаў. Один з їх – Днепросожскі – наведали наші корреспонденты. Лісяна нора, она совсем недавно була здесь, вот, если обратити внимание, там, видім, свежий след, свежий след. Но она, видім, подошла, посмотрела і знову залізла к себе в нору. Погода не очень, і ліса тож віддыхаєт. Территорія республіканського биологічного заказніка Днепросожскі каля 15 тисяч гектаров. Директор Уладімір Дзержінські ведая, здаецца кожній кілометр, дзе можна ўбачыць діких жывёл, адзі редкі росліны. Іх тут, дарэчы, 660 відаў, хоч гэтае ліжба можа быць і недакладной. Практишна, што год тут знаходзець новыя виды. Гэта штычыцца і тых жа мотылькоў, прэчым, нікаторія з їх вільмі редкі, іх навад немаў нашай червонай кнізі. Недаўна тут ўбачыли пяструшку сапфо. Лічылася, што на тэриторііі Беларусі яна знікла большы як ста годзі таму. У гэтым годзі новых мотылькоў дырэктор заказныка правды не бачыў, зато я знайшоў новую птушку чарногаловага сібірськага чакана. Лугавый вид ў нашай краіні хоч і достаткова редкі, але я ведомы. А вось пёвчых чаканов, які жывыць на древах, здаецца, ніхто не бачыў. Он где-то здесь абітает і очень часто встречаўца. Паэтому я и посмотрел и по каталогам, и по фотографиям, и посаветовался с орнитологами. Орнитологи точно сказали, что это сібірські чарногаловый чакан. Днепросурскі заказнік створаны на праканцы минулого ста годзе для захавання редких видов рослин, мотылькоў, рыбы і жывёл. За минулый час отрымалася знайсти і узять падахову целы шарах новых видов. Але дырэктор заказніка Уладзімер Дзержинскі перакананы. Вядомы спис неполны. Потребны додатковые доследування новукоўцов. А пошне одарэчі, з'явлениў новых процетовников флоры і фауны не выключаюць. У нас очень много достаточно новых видов, таких, как горна тресагуцка, которая раньше у нас не встречаўка, овсянка малая, тоже они не встречались у нас. Поэтому, да, это заинтересованы вообще, в принципе, изменение климата, изменение потепления, изменение вот этих вот бурей и так далее. То есть оно несколько влияет на видовой состав. И, кроме того, немножко отселение происходит. Ареалта расширяется, поэтому, в принципе, возможны новые виды, заселение новых видов. В основном только вот такие виды. Но наши старые виды, они не встречаются уже. Дрофу мы давно уже не видим на территории республики Беларусь. Зараз на территории Днепросожского заказника деяничуюць некалькі эко-туристичных маршрутов. Падчас экскурсии можна убачыць редкие, изникаючые виды рослин и живёл. У ближайший часу маршрут уключаць яшчый и помник природы – 270-годовый дуб. Йон уже узяты под ахову работниками заказника. Худка повинна з'явіцца и отповедная постанова райвы Конкама. Будет принято решение из полкома. Сейчас мы его, как вы видите, уже огородили. И это будет сюда водиться как экскурсии, так и любые туристы, любые рыбаки могут наблюдать этот красивый, очень ветвистый и замечательный дуб. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Йовген Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Лоевский район. Как в подчас летних каникулов дети не забыли правила дорожного руху, Держаута инспекция Гомельской области распрацвала для их познавальную настольную гульню. Я ее треба раздруковать, взять кубик и изробить специальные фишки, правила намалеванные на гульнявым поле. Для другу я его можно взять у телеграм-канале «Добрые дороги Гомельщины». Час пирамена, уключення. У картиной галереи Гаурей Лавашченки проходит новый арт-проект суместно с Мастацкой школой «Игра Ягодкина Ключ». У им примаюць удел больше 30 наученцев студии, которые представили в залах галереи около 230 работ. Эта малюнка, створенная за последние два годы. Аутерская методика, допомогая у короткий термин научить малюванию любого человека, незалежно от профессии и взрослого. У ее основе принципы работы подсвядомости и задержания дробной моторики рук. Специальные практикования допомогают развивать фантазию и творчие сдольности. Вообще-то я человек, который после окончания своей профессиональной деятельности стал заниматься художественным творчеством. Я вообще художник по батику. Я искала творческое воображение. То есть вот как раскрепостить себя, чтобы можно было то, что у тебя внутри, нарисовать на ткани или на бумаге или вообще где-то другими совершенно инструментами. Потому что помимо батика я еще рисую акварелью и пастелью. Вот так что вот это мне очень помогает в моем творчестве. Арт-проект организованный в формате конкурсу. Наведовальники могут проголосовать за улюбенные творы и таким чином отримать право на уделу розыгрыши призов. Ее надбудется подчас закрытия проекта 1 липеня. А кроме того, голосование будет проводиться и в социальных сетках. Солнце и наводь пякота. У Гомельской области нареште начинается лето. Холодная весна, проливные дожжи в опошний час, все лето приходут тепла, чакали напыльно, як николи. И хоть опадки на ближайшие сутки яше прогнозуются, поветро прыгает им прохреться до 22 градусов. Ветер будет полдневым до 6 метров за секунду. Раница субботы будет без опадков, а в день махчимы невеликий дождь и навальница. Температура повысится до плюс 26, будет муть невеликий полднево-заходний ветер. В неделю будет ясно и также тепло. В день синоптики прогнозуют паудневый порывистый ветер. Початок наступного тыдня обещает быть безветренным, ясным и навыц пякотным. Слупок термометра перевысит 30 градусов. Это и так сама иншая новинная информация об проектах телерадио компании Гомель. Вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили махинации в Ельском райпо. 65-летнюю кладовщицу убойного цеха подозревают в присвоении и незаконной реализации продукции. Женщина работала в кооперативе всего несколько месяцев как подменный сотрудник. Она занижала в актах вес мяса, получаемого после убоя крупного рогатого скота. Излишки хранила в холодильных камерах, затем продавала их представителям фирм и частным лицам. В мае оперативники вместе с ГАИ остановили одного из таких покупателей в Ельском районе. В автомобиле задержанного обнаружили около 900 килограммов мяса. По его словам, товар обошелся в 4,5 тысяч белорусских рублей. Позже выяснилось, что реальный ущерб достигает почти 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Две попытки угона и обе неудачные. В Гомеле прохожий обратил внимание на молодого человека, пытавшегося завести автомобиль ВАЗ. Парень выглядел нетрезвым, поэтому неравнодушный гражданин вызвал милицию. За рулем сидел 20-летний житель Будокошелевского района. Попытка угона была очевидна. Из-под руля торчали провода, а замок зажигания был разобран. Впоследствии выяснилось, что за два дня до случившегося молодой человек намеревался угнать легковой ФИАТ. Но автомобиль оказался неисправен. Свою мотивацию злоумышленник объяснил просто. Возвращался домой после застолья, а пешком идти не хотелось. Поэтому и пытался воспользоваться чужими автомобилями. Задержанный неоднократно судим за имущественное преступление, возбуждены уголовные дела. Несчастный случай со смертельным исходом. Так, в результате расследования квалифицировали инцидент, случившийся в феврале в машино-тракторном парке отделения Климовка птицефабрики «Рассвет». Двое трактористов-машинистов перевозили солому для подстила. После чего один из них по неосторожности совершил наезд на другого. Тракторист-машинист один закрывал борт прицепа ПСТ-9, а второй выезжал задним ходом на тракторе Амкадор-332С4. Не заметил, подал звуковой сигнал, но при выезде, к сожалению, не заметил и осуществил наезд. В результате чего он получил травмы и умер в карете скорой медицинской помощи. Руководство предприятия совместно с профсоюзным комитетом рассмотрели рекомендации технического и правового инспекторов труда областного профсоюза об устранении выявленных нарушений. Принято решение о выплате единовременной материальной помощи семье погибшего в размере 10 годовых заработков погибшего. На данном предприятии имеются все инструкции по охране труда для соответствующих профессий, видов выполняемых работ. На предприятии действует, внедрена и сертифицирована система управления охраной труда. Разработаны мероприятия для того, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Новый чемпион, четвертый финал подряд для ВРЗ и цена ошибки для БЧМ. Состоялись решающие матчи полуфинала в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Номинальным хозяевом гомельского дерби, коими были игроки БЧМ, дорого обошлась расслабленность на старте поединка. Евгений Клочко реабилитировался за ошибку, совершенную на старте второго тайма матча номер два. Игрок ВРЗ забил самый быстрый гол в истории чемпионата в Беларуси. Взятие ворот случилось уже на шестой секунде. Исправлять ситуацию железнодорожники начали, используя тактику, принесшую им успех в предыдущем матче. Практически каждый стандарт вблизи ворот Юрия Дегтяренко завершался ударом. Вагоностроители, похоже, были готовы к такому развитию событий и самоотверженно бросались под летящий мяч. В первом тайме моментов хватало у обеих дружин. Голубь привела ошибка. На 14-й минуте Василий Жариков пасом отправил Ивана Зайцева на рандеву с Владимиром Стремиловым. Игрок ВРЗ таким подарком воспользоваться не применил. 2-0. Нужно начинать максимально сконцентрированно, если такие ошибки совершать, то с таким соперником. На что можно рассчитывать? Только на поражение. Во втором тайме БЧ заметно добавила. Подопечные Дмитрия Комяка взяли инициативу в свои руки, что вылилось в быстрый гол. Контратаку точным ударом завершил Олег Еремин. Выполнив половину задачи минимум, железнодорожники продолжили давление. Вагоностроители ушли в глухую оборону, делая ставку на высокий прессинг, контратаки и длинные забросы на половину поля соперника. Работы у Юрия Дегтяренко хватало. Тем не менее, ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 2-1 ВРЗ побеждает и четвертый сезон подряд выходит в финал. Результат всегда закономерен. Всегда. Где-то просто нужно, если кто-то считает, что кому-то не повезло, это глупости. Везет сильнейшим и везет тому, кто совершает меньше ошибок и правильно действует на поле. Конечно, очень тяжелая серия. Знали, с кем играем, с победителем регулярного чемпионата. А вот друг друга знаем. Игры как бы сыграли. Не получилась у нас вторая игра. То, что мы хотели, как бы не получилось. Поэтому сделали определенные выводы на эту игру. Ну, и в этой удалось победить. В финальной серии до трех побед вагоностроители сыграют с Аршанским Витеном. Энергетики, выиграв в решающем поединке 4-2, вынудили действующего чемпиона столицу сложить полномочия. Стоит отметить, что три предыдущих финала для ВРЗ сложились неудачно. Цель у Гамильчана дна – сменить три серебра на золото. Ребята сами уже как бы мысленно созрели для того, чтобы попытаться победить. Если вот с таким настроем, как в этой игре, они будут выходить и играть, то я думаю, почему бы нет. Все ребята хотят сыграть и в лиге, и выиграть первое чемпионство. Может быть, таких шансов больше в жизни никогда не будет. Выйти в финал, а это надо брать, пока оно есть. В общем, я считаю, что все будут улаживаться по полной до самого конца. Финальная серия стартует 7 июня в Оршем. Бечей столицы начнут борьбу за бронзу 8 июня в Гомеле. Сергей Цыганков покинул пост главного тренера мужской команды гонбольного клуба Гомеле. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Специалист пять раз приводил гамильчан к бронзовым наградам чемпионата страны. В нынешнем сезоне команда финишировала на шестом месте. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова